всем привет я давно уже хотел поставить водяное охлаждение на свою видеокарту так хотел избавиться от гула вентиляторов при нагрузке но цены на водоблоки из мира фэнтези я не понимаю как кусок никелированной меди и кусок оргстекла превращаются в 200 евро но однажды зайдя на amazon я вдруг обнаружил водоблок всего за 27 евро но он для видеокарты asus rtx 3070 туф хотя эта карта больше моей и имеет три вентилятора но из интернета я узнал что у них одинаковая печатная плата и так как было всего одна штука в продаже я быстро совершил покупку и как только пришел водоблок я сразу же начал установку но не смог ее закончить так как уголок бэкплайты видеокарты уперся в оргстекло водоблока я уже хотел был отпилить бэкплайт или оргстекло но я нашел новый бэкплайт на амазоне за 14 евро он также был последний у продавца к тому времени водоблок уже месяц лежал у меня завернутый в пленку и ждал своего часа и этот час настал сначала нужно открутить 7 винтов которые крепят блок с вентиляторами затем нужно отсоединить штекер питания вентиляторов и теперь блок с вентиляторами можно снять переворачиваем видеокарту обратно и откручиваем еще шесть винтов которые держат радиатор откручивать надо крест-накрест по одному два оборота чтобы не повредить чип после откручивания болтов не пытайтесь отсоединить бэкплайт так как он закреплен с внутренней стороны сначала нужно короткими движениями отсоединить радиатор так как я его уже снимал месяц назад то это не составило для меня труда главное не спешить и все получится под радиатором нас ждут последние три болта который держит бэкплейт откручиваем и их тоже и на этом разборка видеокарты официально завершена теперь нужно очистить графический процессор для этого нам понадобится ватный диск ватная палочка и хб-тряпочка а также этанол или водка избегайте большого попадания этанола на текстолит так как он сильно сушит обратите внимание что вокруг кристалла находятся маленькие smd транзисторы будьте аккуратны при очистке ватным диском так как он может зацепить один из них и оторвать поэтому финишную очистку делайте хлопчатобумажной тряпочкой и чтобы не терять концентрацию не забывайте делать паузы например за чашечкой кофе лайфхак старые радиаторы можно завернуть в пленку и убрать в коробку вдруг пригодится теперь наконец-то займемся установкой водоблока для этого нам потребуется хорошая термопаста на силиконовой основе так как все серые пасты имеют сопротивление и при попадании на транзисторы вокруг кристалла могут угробить вашу видеокарту поэтому я беру старую добрую кпт-8 ей можно замазать всю видеокарту и ничего не случится но мазать всю видеокарту нет необходимости поэтому нанесу на чип удалю лишнее и равномерно размажу теперь можно устанавливать водоблок далее снимаю пленочку прокладки в хорошем состоянии не высохли водоблок необходимо положить на край стола чтобы разъемы видеокарты не упирались в стол и не мешали установке убеждаемся что термопрокладки лежат на своих местах и аккуратно прикладываем видеокарту к водоблоку здесь нам пригодятся болтики из комплекта а также от видеокарты первыми нужно прикрутить 6 болтов которые держали радиатор видеокарты они с пружинками эти болты прикручивать нужно аналогично крест-накрест совсем забыл нам еще нужно детали из мешочка черные пластиковые удлинители необходимо использовать в тех местах где плата не достает до ввода блока также туда вкручиваются удлиненные болты из этого же комплекта для оставшихся четырех отверстий я взял болты с пружинами в комплекте с бэкплейтом лежал мешочек с болтами и термопрокладки на 2 миллиметра и полтора далее вырезал и приклеил прокладки к самому бэкплейту плотно приложил его к видеокарте и проверил все ли микросхемы прилегают к термопрокладкам убедившись в том что все элементы отпечатались я прикрутил бэкплейт и водоблок собран теперь можно установить видеокарту в корпус совсем забыл там же в коробке еще две заглушки далее если водой системы установил видеокарту в корпус и залил новую жидкость я комбинирую автомобильную защиту от коррозии и дистиллированную воду но у меня она закончилась я налил воды из осмосфильтра включил компьютер он немного подумал но загрузился можно выдыхать на водоблоке также есть gb подсветка но она не подходит под стандартные разъемы на материнской плате далее я хочу заменить шланги на акриловые трубы они уже в пути посмотрим что получится ну а тебе дорогой зритель досмотревший до конца это видео спасибо всего хорошего и пока до конца это видео Продолжение следует...